Пробиотические, антисептические, антиоксидантные, восстанавливающие и другие, многие-многие процессы, которые восстанавливают жизнь в почве, как минимум. А дальше я еще расскажу, где она еще восстанавливает жизнь. Очень важно, что применение данных препаратов не имеет никакого срока ожидания, периода очикывания так называемого, не требует средств защиты. Его можно применять, находясь рядом с детьми. Оно может попадать на детей, на вас, даже внутрь вас, и никаких проблем не будет. Даже иногда это приветствуется. Можно посмотреть, значит, отличие от других микробиологических препаратов. Основное, это то, что здесь, как я уже говорил, консорциум, то есть здесь много разных микроорганизмов, которые действуют как единая команда. И очень важное значение имеет то, что они выращивают, их выращивают не отдельно уже готовые особи, которые просто добавляют в пробирку, смешивают и как-то они там потравятся взаимодействовать. А их прямо с самого начала, они как вот в ясли попали, маленькими еще, и начинают развиваться до того момента, когда они активируются, они развиваются уже как команда. И вот в процессе этой активации они становятся единым организмом. У них появляются определенные цепочки пищевые, и они выполняют такие функции самоподдерживающие. То есть это уже работающая система, которую, если мы, допустим, внесли в почву, они не вызывают отторжения местных микробиотов. Они наоборот создают такое поле, условно назовем, для обучения той микробиоты, которая находится в почве. Ежели мы применяем микробиотические препараты, которые состоят из одного-двух штаммов, но их в большом количестве, то попадая в почву, они являются своеобразным чужаком. То есть они начинают борьбу за выживание, за питание, за еду, за место, и в итоге, пока хватает их силы, они выполняют свою работу. Например, триходерма, она выполняет свои триходермические функции, назовем так. Другие микробиологические препараты, что-то еще. В основном такие препараты предназначены для решения какой-то серьезной проблемы, которая уже возникла, как скорая помощь. Наши же препараты, они превентивную функцию имеют, то есть они имеют профилактическую функцию, побуждая саму природу восстанавливать свою жизнь. Ну, кто понимает немножко микробиологии, я просто приведу пример, из чего состоят наши препараты. Это большая группа бифидобактерий, это не менее большая группа лактобактерий, это сахаромицеты, это микоризные грибы, это срептококки и одной из важных составляющих, это фотосинтезирующие бактерии. Многие из них, практически все, используются в пищевой промышленности для производства йогурта, в разнообразных сыров, ну и вообще в природных явлениях. То есть молоко скисает, это оно скисает, потому что работают молочекислые бактерии. Вот лакок бактерий Косея, допустим, присутствует у нас. Многие знают, наверное, кто-то покупает такие закваски в магазинах для приготовления йогурта дома. Они иногда, там можно прочитать, состоят из болгарской палочки, так называемой. Вот здесь Булгариус тоже есть у нас в составе. То есть я хочу просто сказать, что эти препараты абсолютно безвредны для человеческого организма. Ну и немножко пару слов о том, что конкретно мы предлагаем. Кто пользовался Эммочкой, допустим, 2-3 года назад? Поднимите, пожалуйста. Помните, она была раньше, если вы здесь брали, в такой белой квадратной бутылке, да? Вот она называлась Эммочка. Вот. И вот она есть. Единственное отличие в том, что, как я уже говорил, в 2013 году, вернее, в 2014 году, мы подписали контракт с американцами, прошли у них обучение, получили лицензию, получили все технологические карты, полный цикл производства и поняли, что мы немножко ошибались, когда производили, например, препараты наши на свекольную Аммеласу. То есть как питательная среда использовала свекольную Аммеласу. Она более сладче, и, скажем, в наших препаратах больше развивались молочнокислые бактерии. В связи с этим был такой приятный, классовый вкус и запах. Ну, запах не всегда был там классовый, а вкус был такой высок. Вот. Но так как мы сейчас работаем официально, и более того, нам просто ученые из этой фирмы убедили, не то, что убедили, во-первых, мы не имеем права отходить от технологических карт, во-вторых, просто было сказано, что нужно применять только тростниковую Амеласу, потому что она имеет большее количество сбалансированных микроэлементов, которые необходимы для развития, вот они в процессе именно развиваются, для развития полноценного препарата. Потому что, как я уже сказал, тогда развивалась больше молочнокислой группы, и они работали больше в сторону подавления патогенной флоры. То есть они хорошо работали, но они подавляли, но не выполняли ту функцию, одну из основных, которая как раз рассчитана на восстановление самой системы в земле, то есть баланса микроэлементологических и так дальше. Но знали, что некоторые люди настолько уверовали в эти препараты, что их применяли и для себя, для своих личных целей, то есть пили там по чуть-чуть. И когда мы начали выпускать вот эту Амочку оригинал в таком виде, то есть она сейчас вот в таком виде, такая бутылочка, то обратили внимание, нам начали звонить, рассказывать, что она имеет какой-то непонятный привкус, запах. Часто говорили, что оно испорчено, что оно воняет вплоть до того. Но когда начали разбираться, то оказалось, что это слово воняет не совсем подходит, оно просто имеет другой запах. Человек, который привык к одному запаху, кто-то им дает другое, говорит, что это что-то не то. Так вот, поэтому сама тростниковая меласа имеет такой немножко, я не могу сказать, как запах чуть-чуть краски какой-то от принтера. Поэтому кажется, что это что-то там такое. Если две меласы взять и сравнить, то она имеет такой горьковатый привкус. Для того, чтобы удовлетворить этих людей, которые не только для растений, но и для себя, мы сделали такой препарат под названием... Ну, сейчас я до него дойду. Давайте чуть-чуть. Сейчас паузу сделаю, расскажу о другом препарате. Пока не может принесем. Вот второй препарат называется Эмочка-радючез. Кстати, я ничего не сказал об оригинале. Основное ее назначение. То есть это универсальный препарат, который можно применять так, как вы применяли всегда, вот сколько помните себя, Байкал-М1, Эмочка, что-то еще. Вот это также можно его применять. Единственное, что есть, если вы почитаете там инструкцию, или может быть где-то какие-то еще материалы, то окажется на первый взгляд, что там очень большая концентрация предлагается для применения. И не разобравшись досконально в этих цифрах, делается ошибочный вывод, что, мол, оно что-то или слабенькое, или еще какое-то не такое, потому что раньше писали, например, такую пропорцию, как 1 к 1000 применение, а тут написано 10-процентный раствор, то есть получается чуть ли не 100 грамм на линд, или 10 грамм, не 100 грамм на линд. Но я об этом чуть попозже поговорю. Так вот, она применяется для внесения в почву, если нет вот этого препарата, мы о нем сейчас поговорим. Она применяется, только она применяется, эта граммочка оригинал, для обработки семян, замачивания семян, замачивания, ну и не совсем правильно слово замачивания, а именно обработка. Ее применяют для добавления в воду для питья животным, обработка помещений, скажем так, животноводческих помещений, сарайчиков каких-нибудь, клеток. В доме не рекомендуется применять по простой причине, что она имеет темный такой цвет и может оставлять следы, например, на белых обоях, допустим, или на шторах. Вот, то есть, обработка по вегетации растений. Я зацепляю сейчас буду говорить, я просто сейчас скажу, где именно только и применяется. Для чего она применяется? Как я уже сказал, первое, это восстановить плодородие почвы. Мы разберем сегодня этот вопрос. Второе, это создать условия для растений, именно если обрабатывать по вегетативной части, для того, чтобы растение могло полноценно питаться, листовой аппарат, полноценно выполнять функцию фотосинтезирующую и при этом, чтобы растениям не мешали, были затворные бактерии. То есть, это такая своеобразная защита. Обработка семян происходит для того, чтобы увеличить силу прорастания, энергия роста, так называемая. И при обработке эмочкой получается довольно-таки практически всегда дружные равномерные всходы. Мы проверяли это на зимой пешеницы, то как под линеечку нету такого, там взошло, там не взошло. То есть, если оно не взошло, то оно уже не взойдет, если оно не всходит, то они всходят практически все одинаково. Ну, в принципе, как ее использовать? В растворах с чистой водой вода должна быть обязательно свободна от химических всяких загрязнителей, то есть, хлор, или какие-то ядохимикаты, если вдруг вы пользовались опрыскиватель. вода, это какая? Голодезная, дождевая, столочек. Главное, чтобы она просто была без струи. А если только кран? А? А если только кран? Если только кран и если только хлор, то тогда просто отстаивать. Отстаивать. То есть, буквально, ну, в некоторых источниках пишут, что до двух суток надо отстаивать. В принципе, на ночь поставили. Если открытая емкость, то она за ночь будет. Эмочка-родючесть. То есть, это наша, можно сказать, гордость. Это, скажем, эмочка-оригинал только в усиленной виде. Здесь несколько дополнительных штаммов введено фотосинтезирующие бактерии. И за счет этого она процентов на 40, даже на 50 эффективнее перерабатывает органику. Эффективнее работает именно с почвой. Если нужно, допустим, сделать весенние, а еще лучше осеннюю обработку почвы, а еще и по пожневным остаткам, то это просто уникальный препарат, в том плане, что он и с органикой, которые вот, ну, вот, решетки вот эти остались, работает, и в то же время очень довольно-таки дружелюбно к местной микрофлоре. То есть, они там не воюют, а получается, буквально за месяц, вы видите, начинается просто земля меняться на глазах. То есть, она становится такая грудковатая, кромковатая, ну, как вот, как биогумус перспоряется. И очень быстро появляется череп. Поэтому, если вы хотите быстро восстановить свой участок, например, или там грядки, то я рекомендую применять визуальтородючесть. Вот, а и где ее нельзя применять? Нежелательно ее замачивать семена, потому что возможны повреждения. Мы еще исследуем этот вопрос, но пока не рекомендуем замачивать семена в этой родючести. Не нужно давать воду для животных, ну, и самим нежелательно его лизать, потому что возможно такие расстройства. Отравиться невозможно, оно просто не нужно для нашего организма, эти лишние фотосинтезирующие бактерии. Но и еще я обычно так, чтобы не путаться, говорю так, эмочка оригинал это первая половина весны. Начинаем, сейчас вот начали, допустим, готовить почву, там, замачивать семена, выращивать рассаду. Как только мы рассаду высадили в открытый грунт, то есть у нее уже появился, допустим, четвертый, пятый лист в какое-нибудь растение, мы спокойно можем переходить на эмочку родючесть и до осени можем ею пользоваться. То есть про оригинал можем забыть, потому что она также работает эффективно и на при обработке по листу. Эмочка защита. Этот препарат мы еще исследуем, мы только в прошлом году его выпустили. Если кто сталкивался с таким препаратом, как Байкалту, то в их серии есть название такое М5. так вот это подобие того, она применяется как биофенуфунгицид. Но хочу подчеркнуть, она не является в полном мере фунгицидом, как, например, какой-нибудь препарат, как тот же Микосан, например, или какие-то другие препараты, нацеленные на определенную работу. Его задача защитить растения от патогенной флоры. И плюс за счет того, что здесь увеличено практически в 4 раза количество микроорганизмов, чем, допустим, в родючести, то там, попадая на лист, создается такая, как микроотплывеночка, которая происходит, такой естественный процесс ферментации прямо на самом листе. И вот этот вот процесс не дает, ну, выделяются, естественно, там всякие биоактивные вещества. Они, ну, не упловно сказать, они отпугивают вредителей от этого листа. Просто это растение становится практически неинтересно этому, ну, этим вредителям. Это раз. Ну, с вредителями, скажем, мы еще разбираемся, потому что некоторым да, им бы абсолютно безразлично, что там ферментируется, они едят и все подряд. Вот. А более эффективна работа с грибковыми заболеваниями. И вот мы проверили в прошлом году. А? Которая не понимает. Эмочка защита. Защита. Спасибо. Что-то веке в последнее время. Защита. Нет. Грибковые заболевания. Работа с грибковыми заболеваниями более эффективна. Например, в прошлом году было у нас несколько откликов по винограду, по медью. Вот. То есть, реально человек просто начал каждый ищет. появился у него очаг, и он, будучи на нашем семинаре, так мы в куларах с ним пообщались, сказал так, что если есть реальный очаг, возьмите, вы выберите хоть одно небольшой куст, или, там, один куст, и попробуйте каждый день брызнуть, хотя бы там, неделю-полторы. давайте проверим. Вот он через две недели мне позвонил, сказал, в очаг ушел. То есть, то, что подсохло, подсохло, остальное развиваться перестанет. Там немного его применяется, то есть, оно применяется буквально до 10 грамм на литр воды, и это распрыскивает по листву. Если ее можно применять в защиту вместе с радиучестью, с оригиналом, то есть, у вас есть, допустим, плановая обработка листа. Можно в профилактических целях добавляете все вместе, допустим, радиучесть или оригинал, и защиту с ним. Это по 10 грамм с каждым? На литр воды? Нет, я имею в виду сейчас защита. Я по пропорциям сейчас буду говорить. дальше, когда вы рассматриваете. Пропорции это вопрос интересный, мы сейчас будем разбираться, и я думаю, мы найдем консенсус в этом вопросе. Ну, еще одна такая интересная бутылочка под названием М.свежесть. Это препарат в основном предназначен для применения бытовых целей, для бытовых целей, то есть, в доме. В ней используется другая питательная среда, то есть, это разобразные фруктовые соки. вот, ароматические вещества тоже натуральные, в основном это цитрусовые, оно и пахнет этим цитрусом. Вот, и оно светленькое. то есть, обработка помещений имеется ввиду комнаты, там, где вы живете, спального места, допустим, ну, если вы знакомы с технологией полезных микроорганизмов, то везде пишется о том, что обрабатывать можно мягкую мебель, все помещение, там, где вы находитесь, обувь, ну, в двух словах скажу так, зачем обрабатывать помещение? Пыль. На этих частичках пыли летает очень много всяких пассажиров. В основном эти пассажиры, которые совершенно неприятны для нашего организма, то есть, они вызывают определенные аллергические реакции, заболевания, в основном что-то связано с дыхательными заболеваниями и так дальше. Вот. Применяя полезные микроорганизмы, мы просто создаем ту же самую историю, как мы, вот я говорил про грунт, где вытесняется болезнотворная микрофлора из среды, то же самое происходит в вашей квартире или доме. За счет насыщения полезными микроорганизмами вашего среды обитания у вас со временем просто нет возможности там развиваться патогеном микрофлоре. Вот это основное назначение. Оно не работает как, скажем, не надо задавать вопросы на предмет от аллергии работает, от астмы работает, от того сего третий. Это не лекарственный препарат. Оно создает возможность организму восстанавливаться самостоятельно, убирая самую причину, главную, это патогены микрофлора. Ну, опять же, об этом будем говорить. Распыляется очень просто. Я не буду сейчас рассказывать пропорции, потому что довольно подробно написано на самой бутылке инструкции. но в двух словах скажем так. У нас основная пропорция это 10% раствор. И чтобы вы понимали, 10% раствор это не так уж много. То есть, если вы берете литр воды, да, это всего-навсего 100 грамм, но это много. А если мы берем и посчитаем, насколько, на какую площадь мы это обработаем, то в принципе литра хватает на всю квартиру. Если вы это будете делать хотя бы два раза в месяц, то это не такие большие затраты. Но если добавлять на бутылку чайную ложечку, то это будет имитация того, что мы что-то вроде бы как бы опрыснули. То есть, это будет просто увлажнение. А плесень может помочь? А? А плесень может помочь? Да. А плесень не помогает. Единственный момент какой? Вот. Плесень это уже как бы следствие. То есть, это или где-то замокание какое-то, свирость, да? Или неправильно дом утеплилили, не с той стороны поклеили пенопласт. Или еще что-нибудь. где-то просто свирость проникает. Она может убирать этот очаг, но если там мы не убрали причину, то, на обсуждение опять будет эта плесень появляться. Но, если, допустим, мы причину убрали, а теперь нужно от этой плесень то мы вытираем насухо, допустим, тряпочки, вымываем, потом обильно обрабатываем пробиотиком. и, в принципе, я бы сказал так, 80% того, что плесень это больше не поднимется. Так, очень неплохой такой момент, по крайней мере, мы у себя дома это применяем, это когда есть разделочная доска, на которой хлеб режется, мясо режется, еще что-нибудь такое. это рассадник, если даже так леонечко промыть или махнуть, то это рассадник всяких красивых этих товарищей нехороших. То эмочка можно даже ее не разбавлять, вот если на кухне стоит, у вас, напустим, на губку махнули, просто протерли вот эту поверхность. Это, ну, сколько там было, 2-3 грамма, да? Оно протерло, вы их туда заселили, если даже там остатки каких-то пищи остались, ну, остатки вихнем, понимании, в микроскопическом понимании, то нет, предела перерабатывают полезные вещества. это будет дорогого то раковину лить. Вот, то есть, обрабатывать может, не, не смывать, то есть, мы просто протерли, оно пусть само высохнет. Ну, можно потом легкой губочкой протереть, то есть, не надо ее там, что прямо с него скапывал, леонечко, только углажнение. Так же самое можно обрабатывать, поверхности на кухне, там, там, где вы кушаете, или просто разделочный стол, там, вот такой, там. Отличие от бытовой химии как раз в том, что мы не просто убираем, то есть, просто убиваем эту микрофлору, а мы ее убили, да, через какое-то время она опять появится. а мы просто заселяем в наше помещение, буду повторять сегодня это много раз, заселяем именно вот этой полезной микрофлоре. Как только она расселилась, она не дает возможности просто развиваться патогенной флоре за счет того, что она просто не дает, забрала у них среду обитания. Каким образом, сейчас чуть-чуть еще поговорим. Вот. Если регулярно применять в квартире эмочку свежесть, то по отзывам людей, даже не только свежесть, а еще и раньше просто эмочкой произвели, аллергические реакции в этом помещении становится легко дышать, то есть свежесть произвели. Создается такое как бы здоровый дом. Ковры хорошо обрабатывать, это же тоже, там же рассадник, потом гобелины, все вот эти обивки. Очень хорошо работает, например, на обувь оздоравливать, вернее, ноги оздоравливать той обуви, которую обрабатываете. То есть, вот вы сейчас придете домой, возьмите, если у кого будет эмочка, и внутрь побрызгаете, пусть она на ночь там поселится. Во-первых, это грибки, которые, возможно, там могут быть. Во-вторых, это просто вся патогенка, которая возможна. В-третьих, как только там сделать эти операции, например, хотя бы в течение недели, два-три раза, первый раз, потом можно там ее производить по мере необходимости, например, раз в месяц, два раза в месяц. Но, как только вы ее туда заселите, и они там поселятся, а им там комфортно условие, тепло, еды хватает, темно, многим фотосиферизирующим бактериям, там этот цвет не нужен, особенно молочно-кислый бактерий. Поэтому они там будут жить всегда. И вы, когда будете ходить в этой обуви, вы будете так, как бы не замечая, оздоравливать свои ноги. Есть еще один способ, время останется, я вам еще покажу, как можно оздоравливать себя. Так, еще один препарат, многим известен, это препарат Бакаши, но это не препарат, это вещество, назовем так. В основном, это делается пшеничные отруби, добавляются, бывают еще рисовые отруби, бывают еще какие-то там, муку добавляют, костную. Но, в основном, стандартный способ делается это пшеничные отруби, на которые заселяют вот эту культуру полезных микроорганизмов, проходят длительную глубокую ферментацию, при этом выделяется огромное количество полезных веществ именно в процессе ферментации, и это уже не просто микробиологический препарат, это можно ну так с большим таким оптимизмом назвать удобрением, потому что оно очень хорошо влияет на дружек с корневыми выделениями растений, вернее, с корневыми микроорганизмами, с грибами, которые там находятся и так дальше. Изначально оно задумывалось как вещество для переработки отходов, но потом начали применять ее в разных хозяйственных сферах, и оказалось, что его очень хорошо, допустим, подсыпать во время семена, когда сеете, прямо в эти луночки можно, в эти бороздки можно присаливать вот так вот. При посадке картофеля, например, то же самое, в каждую лунку щепотку бросаем эти вещи. Даже просто вот так вот стакан покажет их на квадратный метр почвы. Нас рассыпали вот так вот например на грядке, немножко перемешали, я тут долгоиграющая картинка будет работать. комнатные растения вазоны. Я практикую такую штуку, как мульчирую и комнатные растения, то есть остатки от кофе, от чаев всяких, там еще что-нибудь и какая-либо органика ешь, чтобы она более-менее красивая была. И получается под нее я насыпаю бакаши таким слоем, ну, я знаю, ну, две-три ложки столовой у меня где-то на один вазончик уходит. И потом это мульча прикрывает. При каждом поливе там создается влажность. Эти бакаши начинают работать и как микробиологический препарат, и как энзимный препарат, и как просто удобрение. Потому что баконька очень хорошо разлагается. Одно из применений еще это ферментация кухонных отходов. Я просто настоятельно рекомендую этим заниматься. Это несложно, если себе просто ввести в привычку. У всех вас, я так понимаю, земля есть, поэтому даже за зиму мы сейчас насобирали уже где-то 100 килограмм этих всяких отходов, начиная с осени. Потому что все равно есть отходы, очистки разнообразные, что-то где-то испортилось, компот не допили, выливают браковину. И вот когда мы просто прослеживали такую историю у себя в доме, что когда, допустим, лениву или не было еще чего-то каких-то, в основном это изолей, не делали вот эти ферментации, то у нас очень быстро набиралось то место, где мусорные баки. Потом машина через неделю приезжает мусор вывозить, а там полно этого. И казалось бы, мы сколько выбрасываем этого всего. Во-первых, это просто добро выбрасываем, потому что это почти бесплатное удобрение, причем шикарнейшее удобрение. Оно меняет почву просто на глазах. Буквально за месяц вы из глины можете сделать хороший глину. Во-вторых, это уже в сторону экологии, но сейчас все больше и больше развиваются все-таки у нас в Украине такие явления, как распределение мусора по-разному. стекло, пластик и так дальше. А вот еще если мы органику, то есть органику куда? Вот органику сюда. И вы получите возможность приумножить свои урожаи еще больше. А как вы храните все это? Сейчас я пусюню. Значит, просто берется плотный мусорный пакет, туда засыпается. Единственное, я стараюсь слить максимально сок, чтобы оно не было настолько влажно. Вот я выдавил воздух хорошенько и на балкон поставлю. На балкон или у меня в гараже оно стоит. Оно может замерзать, и у него не проблема. Это удобрение. это понимаете, кто никогда не делал, это в ведре вот таком происходит ферментация как квашеная капуста. То есть мы путем вот этой ферментации убираем ту функцию, которая в природе происходит. Не то, что убираем, мы выполняем за немножко за природу, но выполняем это за две недели. в природных явлениях, то есть в природной среде это выполняется там месяцами. При условии еще, если вы нормальные предпогодные условия и так дальше. А мы тут вот эту первоначальную ферментацию создали уже здесь. И когда мы потом закопаем ее в почву, то там уже это уже готовая пища для тех микроорганизмов, которые там есть раз, а во-вторых это особенная готовая пища для червей. И когда вы вот просто проверите, закопаете, а закапывать ее нужно буквально на штык-лопатой на глубину такую, в грядку, то через месяц вы увидите там червей, которые у вас никогда не были. То есть они чувствуют, так вот, червиш, они же не сразу едят. Ну, некоторые затаскивают там соломки бывают, но в основном они ждут, пока они переработают микроорганизмы первые, простейшие, да, а потом уже вторыми приходят червей, которые перерабатывают. А тут мы готовы уже едут для червей, даем, тем самым ускоряем процесс вообще сформирования в этот пакет вы сразу по кашу супите или же потом уже? Это не в пакет. Это в ведро. Ну, в двух словах, есть такое можно самим сделать, вот такие ферментаторы продавались раньше в клубах, потом есть. Есть такие? Да, в мусорке. Что такое ферментатор? Это ведро, в котором есть двойное дно, назовем так, решеточки. она на основном дно находится где-то сантиметров 5-6 высотки. Для того, чтобы там собирался сок, который будет собираться с самой этой органики. И вот там просветывается отверстие, то есть вот мы здесь размещаем, допустим, решетку, здесь сделаем краник, чтобы можно было периодически сливать эту жидкость. А сюда набрасываем ведро отхода. Набрасывается таким образом, что вот на решеточку насыпали бакаши первый раз. Давайте я слоями, допустим, слой небольшой пересыпаем каждый раз бакашами, каждый слой, и мы получаем, набираем это ведро в течение где-то недели. Ну, смотря как мы кушаем. В среднем это где-то за неделю. Потом, когда оно полностью набралось, оно должно еще постоять как минимум неделю. то есть общее время ферментации две недели. Стоять оно должно в тепле. Ни в коем случае не выносить ее пока не сферментировалось на холод, потому что оно остановится. Микробы на холоде просто не действуют. Вот. И после того... О! Красота! Ну, это эксклюзив. Это эксклюзив, да, у нас попроще, и ну вот. Но это вы сказали в ведре. То есть вот, двойное дно, кто видит. Вот решеточка ложится. Вот она на такой и там с краника вот оно аккуратненько все. Ну, это, ну, это четко ведро на Западе. Разработали именно такое. И оно стоит немало денег. А сколько у вас стоит? Нет, а есть попроще ведра, это можно самому сделать. Вообще ведром продается 155, да? Цены просто... 155. Смотрите, это делается, если я просто не хотел бы там пройти эту тему скользь, потому что я считаю это одна из важных тем. Конечно, да. И смотрите, это делается буквально ну максимум, наверное, рублей за 50, а может и дешевле. Если вы берете просто два ведра, в которых продаются, например, рыба или краска, вот эти, знаете, такие 20-литровые есть, с герметичными крышками, вы в одном ведре просто срезаете одно, ну то есть вот у нас два ведра, да? В одном ведре мы просверлим, я даже так делал, я просто даже ничего не срезал, сверлил дырочки и просто в ведро ведро вставлял. А за счет того, что оно немножко конусное, а минда ходила до конца. Вот. И получалось крайний врезал, вот он готовый ферментационный и крышка. Только сделать так, чтобы там создались, ну не было подсоса воздуха. Вот. Крышку, кстати, вот с того ведра с первого, который мы все равно уже испортили, я вырезаю немножко ее по диаметру внутреннему ведра, чтобы можно было внутрь ее положить. Пресс. Да, оно как пресс работает. То есть вы положили эту крышку сверху, например, чтобы не пачкаться просто, я беру песок в полиэтиленовый пакет, сухой песок, килограмма два, вот, и просто сверху положил, оно придавило лимонечко, оно растеклось вот так вот и закрыло полностью весь воздух, чтобы он туда не проникал. Вот у вас готовый ферментатор. Единственное, подбирайте крышку, чтобы не была очень тугая, потому что я, когда сделал ошибочку в первый раз, захотелось быстро это все делать, ну много, то жена сказала, теперь ты сам это будешь все делать, потому что она не могла просто открыть эту крышку, насколько она тугая. Вот. Ну и тут важно, чтобы оно спрессовано было, чтобы не было вот, ну, там же получается, я закончу, я вам скажу, если помню, что вы задали вопросом. Вот каждую порцию, когда высыпаем, нужно хорошенько протрабовать. Потому что, ну и измельчать, листья вот такие большие вложить не нужно. Допустим, капустный лист вы оторвали, не надо туда бросать, потому что он с собой все закроет и очень долго будет ферментчаться. А увлажнять? Вот. Увлажнять не нужно, там хватает влажности, которая есть в самих... Делают люди ошибки, когда есть рекомендации, ну, как бы, эмочками попрызли, жидкими. Зачастую не получается выдержать баланс влаги, и вот оно начинается, там просто не то, что квасится, оно заваливается, потому что очень... А еще если воздух попадает, вот оно не получается. А на бакашах элементарно, во-первых, очень хорошенько вы можете перемешать, оно полностью перемешается. Во-вторых, бакаши чем ценные, что, как я уже говорил, они в процессе производства, уже в них есть куча веществ, которые способствуют разложению органики, вот, готовых, вот, энзимы там, и так дальше. И получается, что вот оно быстрее. Но только каждый слой притрамбовали, чтобы как можно меньше внутри самого слоя было воздуха. И так каждый слой сделали. И запаха не будет. Запах будет такой, знаете, как, ну, плашенный. Но нету запаха такого, как из компостной кучи. Это раз. Во-вторых, еще может быть запах зависимо от того, что вы туда положили. То есть бывает, если много лука, на койнах положили, то бывает луком немножко пахнет. Жидкость, которая будет образовываться, она будет образовываться. То есть, допустим, вот с такого ведра, например, ну, 12-литрового ведра, например, получается в среднем где-то литр, минимум литр жидкости этого сока. У меня получалось это 2-х литров, если, допустим, это шли летом отходы, арбузы, да, вот они очень сочные. Вот, ну, имеют корки там. Так вот, к вашему вопросу. Когда вы будете высыпать его уже туда на хранение пакет, не надо было никаких бакаж, ничего, просто насыпали, замотали и поставили. Только очень тщательно сделайте так, чтобы не... Ну, вот так. И не храните его в тепле, потому что вот там она начинает уже бродить по чуть-чуть, и если долго будет в тепле, то может быть такой, ну, не совсем приятный запах. Оно же начинает разлагаться там и так дальше. А, но, если температура где-то до 10 градусов, то оно будет себе спокойно движать и ничего с ним не случится. А вот слой, который 10 сантиметров насыпали, сколько багажа? Столовую ложку рассыпали? В среднем жменька 2. В зависимости от того, какие, опять же, от входа есть. Если это равномерно, допустим, там вы измельчили картофельные очистки, то достаточно одного суда есть. Сверху лучше перемешать. Лучше перемешать. Давайте так, чтобы я покажу это более наглядно. полезное. Желкость это очень полезно. Если плохой запах, то это просто вы мало по каши скорее всего, что положили. Ну, то есть, сэкономили, как говорится. Да, запах будет, ну, как вот объедка таких вот смусорки. А как нормальный кваши? Ну, кому как, в принципе. Ну, мы уже так привыкли. Нормальный запах. Вообще его не чувствую. Вот смотрите. Это моя доза. Вот это ведро, которое у нас используется, допустим. Технология такая. Этих ведер должно быть два. Чтобы не прерывать процесс ферментации. То есть, вы первый пока набираете это ведро. Вот, неделя прошла. Да, набрали, поставили ферментироваться. А второе набирается. Это набралось, это освободили и пошло по конвейерам. Значит, смотрите. Обязательно должно, ну, как обязательно, это я так рекомендую, но технологично проще. Сначала должно быть ведерочка небольшой, в которой вы первоначально в нем накапливаете отходы. Допустим, там, чтобы не каждый раз открывать крышку. Чем меньше вы открываете крышку, тем меньше доступа воздуха. Вот. То есть, в течение дня, допустим, двух у вас набираются отходы. Дальше, когда они набрались, ну, короче, их надо измельчить. До, после, как вам удобно. Мы делаем так, накапливаем, потом, когда вот просто высыпается, ребенок измельчает до такого, ну, 5-6 сантиметров максимум. Первая вот решеточка, на решетку высыпаем первую порцию покажек, для того, чтобы отходы легли на бокаж, они лучше будут. И плюс какая-то часть просыпется туда, там, где жидкость, тем самым, тоже создастся возможность, чтобы оно там не портилось. Ну, а дальше просто высыпаем, я делаю таким вот, насыпаем сверху, жменьку, потом берем, ну, мы такой, картофель, мялкой, есть такая штука, мы ей просто перемешиваем, вот, уплотняем хорошо, а потом, когда уплотнили, в зависимости от того, как тут еще есть, какие-то еще остались прорехи, да, я беру просто таким вот тонким-тонким слоем, ну, чтобы засыпать, ну, безденно было, то есть, буквально там, манюсенький слой, вот, и все, вот это вот слой накрывается крышкой, внутренней, и закрывается внешней крышкой, и до следующего раза, то есть, два дня опять прошло, опять та же операция, пока вот, у вас эти слои не накрываются, вот вся операция. А конечный результат, я говорю, покажи, сейчас покажу, сколько держу, в день, значит, вот, процесс набирания, я говорю, в среднем, неделя, общее время ферментации, 10 дней, то есть, от того, как вы только первый раз насыпали, и до того, когда вам в ведро уже можно с него высыпать, минимум должно пройти 10 дней, может быть пройти 20 дней, это уже не проблема, может быть 30 дней, то есть, оно может стоять месяц, это не проблема, главное, чтобы не меньше. Очень важно, чтобы там не заставивался сок вот этот вот, потому что, если он будет уже набираться много его, и он еще будет начинать уже касаться отходов, вот, может пойти запах, причем довольно неприятный, поэтому, он не предназначен для хранения, особенно на воздухе, поэтому сливаем каждые 3 дня, как раз такое, эмпирически подошли к тому вопросу, чтобы рассчитали, что за 3 дня, как правило, вот это вот набирается, можете чаще выбирать, там у вас уже будет, где жидкость, когда вы ее набираете, вы можете, допустим, тут вариантов несколько, долго храниться она не может, то есть, максимум, допустим, ну, два месяца, это уже потолок, потому что она может портиться, и ее проверить, то есть, понимаете, там же же неконтролируемый процесс, там разные подходы, в отходах могли быть и патогенка, и то есть, и поэтому сказать, что там, что это подобие нашего пробиотика, нет, это больше, как бы, вытяжка из удобрения, с насыщением микроорганизма, первое время, ну, допустим, если и летом, то тут проблем нет, вы накапливаете, допустим, в течение, недели, две, три, там месяц накапливается, у вас набралось, ну, в принципе, как я вам говорил, за 10 дней у вас получается бутылка этой жидкости, эту жидкость мы можем разводить один в десяти, с водой, и делать ей, как подкормки, не полив, а именно подкормки для растений, ею можно происходить по листве, по листве, тоже такой же, то есть, получается, у вас с одного ведра, получается 100 литров, да, один в десяти, вот, раствора, куда еще, если уже все поналивали, особенно зимой, очень просто, каждую ночь, вечер, перед сном, заливайте все свои сантехнические приборы, там, где вот есть сифоны, то есть, это унитаз, это ванны, особенно кухня, вы населяете микроорганизмами вот эти вот стоки, и тем самым, все жировые отложения со временем просто будут там съедаться, и у вас всегда в чистом виде будет находиться вот эта вот система. Но, чтобы у вас не сложилось иллюзии таких, чтобы у вас, когда уже забилось, а человек мне звонит, не работает у вас препарат, я налил туда всю бутылку, и ничего он изъел, вот, а оно же не может съесть за два часа, но это же, у них свои есть правила игры, да, и вот они должны там жить и постепенно питаться, а не так, чтобы это не химический препарат. Вот, то есть, с этим разобрались, с жидкостью. Цвет может быть разным, в зависимости от того, что у вас внутри. Теперь, после, если это весна, лето, окончательная функция, это переработка уже в самой почве, местной микрофлорой. Выкапываем канавку, выкапываем ямки вокруг деревьев, например, очень хорошо отзываются деревьями, это дело. Глубина, как я уже говорил, штык, и засыпаем, сейчас, сейчас, вот, если видно, состояние в том виде, которое уже ферментаз. То есть, опять же, в зависимости от того, что там находилось, оно такое, может быть, потемневшее, но оно практически не теряет света, оно становится такой, ну, как ваше, знаете, немножко, ты ее берешь, оно развалится в руке. Вот. Забыл, наверное, сказать, когда вы последний, самый слой делаете, вот самый верхний, не пожалеете, там, высыпите, там, две, три, маленькие по каши, чтобы оно полностью закрыло, как бы, с собой закрыло, вот этот, от воздуха. Так, какие предостережения? ну, во-первых, когда будете засыпать, а, вот тут хорошо. Это, как раз, картошка, там, темная такая. Засыпаете не всю каналу, а до половины высоты ее. Засыпали половинку, потом тщательно перемешали с грунтом, вот так вот, просто перелопатывали, и потом уже засыпали остальной землей. Чтобы оно было перемешано с грунтом, а не просто лежало там. Тогда это вы просто их соедините с той местной микрофлорой, которая есть в грунте, и быстрее начнут это все делать. Очень важно следующее. В первые две недели, даже неделю, это довольно кислая субстанция, вот, поэтому ее нежелательно, даже, ну, не рекомендуется, под сам, чтобы корни, как касались растений, то есть, не ближе 20 сантиметров до растения делать эту каналу, или ямку, или какое-то углубление, потому что в первое время может быть угнетение растений. Мы делаем таким образом, я просто рассчитываю, что, допустим, вот у нас есть стационарная одноглядка помидорная, в которой, ну, уже пятый год выращиваются только помидоры, то есть, из года в год. Вот, она небольшая, она всего на все 6 квадратных метров, но мы постоянно, каждый год получаем великолепное там выражение. Так вот, я предусмотрел так, чтобы у нас было между рядками расстояние такое, где есть канава. У меня получается три рядка, вот, две канавы, я оставляю место для них, осенью я закапываю туда отходы, и весной еще, если у меня есть возможность, я туда еще раскапываю отходы. Все, в этой грядке более чем, ну, осенью естественно, обрабатываю М-ками, там перемешиваю это все, и эта земля восстанавливается, никаких там накоплений и болезней нет, и никогда у меня растения не болеют, на этой грядке, вот, и питания достаточно. Так, ну, очень хорошо к этому привлекут, кстати, это Г-м, она буквально, там 15 кустов помидоров растет, мне все лето хватает есть с этого, огородика назовем его, вот так. Мы немножко, конечно, потратили время на это дело, но я считаю, что это нужно. Давайте. А вы смотрите, вот это уже, есть можно, который использует с табакашек? Нет. С табакашек? Да, вы понимаете, оно все же меняет свою структуру, свое свойство. Попробовать можно, но я попробую, это вам тогда нужно в какой-то емкость ее тщательно перемешать, чтобы оно полностью все это в ней было. А это руки пачкать, и запах чуть-чуть той жидкости иногда имеет. А лучше бакашек. Бакашек пахнут. Кстати, бакашек очень хорошо используется для избавления от запаха всяких. То есть, запахи связаны, например, вот у нас кошка живет в доме, ну, туалетку от кошачек, вы знаете, что кошка когда сходит, даже если она чисто плотная и все там убирает, запах какое-то время стоит. И мы делаем просто такая вот, периодически в эту тювету, с этими отходами, со стружкой, насыпаем просто буквально две-три щепотки по каши. Маленькие. Вот оно, буквально минуты 10-15, полностью исчезает запах. вот и кошку не отпустили, то есть она себя нормально чувствует. Тем более, кошка еще эти по каши и ест, ну, не отсюда есть, но мы там еду добавляем. Вот, поэтому для нее это приятный запах. Бывало такое, когда, у нас там был кот, когда просто в квартире там увиделся, да, и сделал на ковре, вот, то там запах долго держится. Просто присыпал таким коржиком бокаж, в квартире побрезал М-кой, запах ушел буквально, вот именно с самой квартиры ушел буквально, ну, полчаса, и запаха не было. Вот, а на ковре там, ну, где-то через час уже запаха тоже не запаха. Закрыло, помыли, потом все. Так, еще одна штучка, я быстренько не скажу, это пробиокерамические трубочки, вот они в таком виде находятся. Это, ну, скажем там, глина, в которой ферментируются микроорганизмы, потом это все дело запекается, долгое, ну, долгое время ферментируется, потом запекается, и делаются вот такие вот трубы. Основное их назначение, очистка воды. Я, кому это будет очень интересно, можете в клубе поинтересоваться, потому что это целый пласт информации, мы просто не успеем на остальные темы рассматривать, вот, но вещь очень интересная, принцип действия еще далеко не изучен учеными, вот, Терро Хилл, который открыл это явление, он увидел просто, что что-то происходит, а научных обоснований нету, вот, они там подвели под эту теорию, что это и связано с волновым, волновым магнетизмом, и немножко что-то связанное с квантовой теорией, и немножко еще связано с вибрацией самой глины, вот, плюс микробы, которые вроде бы должны были погибнуть, при большинстве, высокая температура, там, тысячи градусов запекается, оставляют какой-то квантовый след от себя, и вот в итоге, когда попадают в субстанцию, допустим, в воду, то вода становится кластерная, кластеры становятся равномерные, ну, ощутить это можно так, если вода жесткая, то полежав в трубочке в ней, буквально там, 3-4 часа, до суток, вы просто ощутить можете, что вы пьете, она такая текучая стала вода, вот, и немецкий ученый, я с ним общался, он мне рассказал о том, что, вот, по ихней теории, что действия, вообще, вот этих вот, консорциума этих микронизмов, как я говорил, уже антиоксидантные, и они способны восстанавливать вещества, или производить деструкцию веществ, которые вредны для нашей окружающей среды, допустим, в почве, это остатки пестицидов, гербицидов, и так дальше, то есть, они ее переводят в формы, которые не вредны для окружающей среды, каким образом, это, скажем, лекция, тема не этой лекции, там связано с лишними электронами, которые они на себе несут, и раздают этим, там, где свободные радикалы, поработали, воруя эти электроны, вот, мы используем эту керамику у себя в производстве для очистки воды, то есть, у нас фильтра, фильтра такие, ну, обычные вот колбы, вот, наполняются вот этой все керамикой, и, единственное, что там была такая возможность, ставится сеточка такая, и все остальное колба забивается такими трубочками, и вода проточная, которая идет, сразу же проходит структуризацию, то есть, в эмочке вода уже структурирована, восстановлена. А так долго эти трубочки в любви есть? Они, ну, по заявлению производителей, это не мы производим, мы их просто привозим, ну, нету сроков, то есть, минимум 10 лет, говорят, ну, пока еще не, у нас вот они работают, я вижу, что с водой мы делаем постоянно анализ воды, вода меняется. Значит, для... Еще вопрос. Иван Николаевич, что там было, они могут предложить? допустим, с вами в Вашингтоне. Мыло? Напишут, что можно. применять в стиральной машине? Не, не. И он в стиральной машине применяет, в виде вот мешочек, 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 кидает, допустим, какой-нибудь длинной мешочек, это для того, чтобы как раз вот вода становится более текучей, более моющей, назовем так. Мы когда были еще вот, был жив качер, который производитель такоса, помните, такое препаратное, моющее средство? Вот. И мы были на семинаре у него, и он нам рассказывал, что вот такой был специализированный семинар, и он рассказывал о том, что вода, то есть в моющих средствах, основное моющее средство, это вода. Просто те, сами вещества в моющих средствах, они так воздействуют на воду, что дают возможность ей вымывать вот эти вот всякие жиры, загрязнения и так далее. Ну, это так условно. По керамике еще одно применение, которое, в принципе, давно я рекомендую людям, это очистка просто питьевой воды, которую вы применяете у себя в доме. Самый простой способ, это берем там несколько колечек, ну, так, мы посчитали, что пять колечек на трехлитровую банку, или там, на кувшинчик какой-нибудь, уже готовой воды чистой, которую вы, ну, хорошей, вы пьете, вот пусть они там постоянно в этом кувшинчике лежат. Эта водичка очень благоприятно влияет на здоровье человека. Плюс, оно проявляет еще такие очень интересные свойства, как очистка, даже не очистка, а невозможность появления накипи. То есть ее можно, это уже, эти колечки, вложить в чайник. Пусть они там тоже лежат, им температура абсолютно не влияет, вот, но в чайнике практически не накапливается вот это вот накипи. Конечно, если вода там очень жесткая, то чудес не бывает. Но, тем не менее, допустим, я когда-то вот в одном японском журнале прочитал такую заметочку, что вот рекомендуют они бросать какое-то количество, допустим, 50-60 колечек на бачок, ну, унитаз, который смывает, смывной бачок, для того, чтобы там не загрязнялась сама механика вот этого бачка, потому что вода постоянно там стоит, зачастую она там так закоксовывается, зарастает этим делом, так вот, реально у меня лежало и практически не, то есть, было загрязнение, но оно, такое, знаете, оно не скоксовывалось, просто стекало и все. но там же хлор для керамики для этого хлора никакого значения. Есть даже керамика, мы, правда, ее не завозим, которая специально предназначена для того, чтобы еще вытягивать хлор. Вот. Ну и последнее, что я сейчас уже с продукцией, это так называемая пробиопудра. То есть, это, ну, вот в таких вот коробочках есть у нас, она предназначена, то есть, это, в принципе, та же керамика, только измельчена до 7 микрон у нее такая фракция, то есть, она, ну, как пудра, реально. Изначально ее применяли для изготовления вот этих вот ведер, когда японцы начали сначала делать, они добавляли в пластмассу и не увидели эффект, что вот под воздействием этой керамики в пластмассе органика еще интереснее перерабатывается быстрее и качественнее. И потом начали экспериментировать с разными возможностями, то есть, добавляли, допустим, в, ну, например, в строительные всякие смеси и увидели, что, например, если добавить эту пудру в обойный клей, например, или в шпаклевку гипсокартонную, то на окружающую среду тех составляющих, которые есть в строительных материалах, практически сводятся к нулю. То есть, не выделяются фенолы, вот они как-то просто, ну, на стадии взаимодействия не дают возможность ему просто выделяться. И мне посвященило быть в 2011 году в Японии в Окинаве на ихнем семинаре, и нам показывали, во-первых, отель, тот, который сейчас, это ихний отель, этой фирмы, которая занимается производством, распространением этой технологии. Так вот, они полностью сделали там реконструкцию, добавляли во все комнаты, там, где люди живут, строительные смеси, это вещество, и действительно заходишь в комнату, ощущение такой свежести, какого-то, ну, ну, легко находиться в этой штуке. и Терл Киган показывал такой фокус, там была, я просто сейчас не найду эту фотографию, но она есть, если надо, я в Диме оставлю. Вот, мы были там, на одной ихней ферме, мы показывали просто такую историю, то есть, бетонные плиты, метр на метр, сделанные с добавлением порошка в бетон вот этой пудры, а на нем разожгли костер и туда побросали старые такие, ну, из старого шкафа, разбитый шкаф, который пропитан там лаком всяким, вот это же, когда это горит, должно выделяться такой, копоть, запах неприятный, нас попросили встать вокруг этого костра и сказать, что мы наблюдаем, ну, что мы наблюдаем, как горит просто древесина, чистая древесина, запах горел дерева и нету этого запаха вот такого, этого, ну, смол, да, и он еще тогда бросил просто пустую бутылку пластиковую, она так скукожилась, даже дымка не пошло, естественно, это был как, ну, мы восприняли это как фокус, а потом нам на конференции просто продолжили эту тему, рассказали, что вот они сейчас работают с некоторыми дерево, не дерево, а мусоросжигательными заводами, фирмами, которые разрабатывают вот эти заводы, для того, чтобы использовать вот этот так называемый бетон в печах, где сжигаются органические, ну, мусор сжигается, вот, и тем самым, одно из явлений это деактивация диоксина, который, когда вот органика горит, там выделяется тонна этого диоксина в воздух, и еще непонятно, что более вредно, то, что лежит на свалке, да, или то, что горит. Почему я говорю, что сейчас такое движение в Украине появилось, не только в Украине, во всем мире, по переработке именно органики, не методом сжигания, а методом вот ее переработки ферментации, так же, компостирования. Но это такой, это для любителей вещества, то есть, кто интересуется, можно вот задать в клубе вопрос, и вам более детально о нем расскажут. Так, мы имеем посвящение про державную реестрацию на наши препараты, в 16-м году мы получили, и имеем подтверждение от фирмы Organic Standard про то, что наши препараты могут применяться в органическом земледелии. То есть, фирма, которая, фермерское хозяйство, которое хочет заниматься официально органическом земледелии, может применять наши препараты. В нем может применяться в двух словах. в сельское хозяйство это широкий спектр, вообще с этого все началось. Животноводство там целый спектр применения. животноводство это начиная от канареечек маленьких, да, котиков и собачек и заканчивая там коровами, свиньями, птичниками и так дальше. В рыбных хозяйствах для очистки озер, если время останется, чуть-чуть вам покажу то, что мы делали в прошлом году в Лубнах по очистке озер. ну, в садах, естественно, в ягодниках, в быту. И теперь подойдем в моя любимая картинка, она объясняет все, что мы с вами говорили, для чего применять оно. Еще раз, просто закрепим. Вот это вот устройство, назовем так сказать, микробного мира в почве. Есть вредные, две группы таких микроорганизмов, это вредные и полезные микробы. Они находятся в определенном балансе в почве. То есть, это так называемые патогены микроорганизмы и полезные микробы. Или пробиотические микробы. И огромное количество разнообразных микрофлоры, которые человечество еще даже не знает, что оно там существует. То есть, представляют, что они там есть, но с учетом того, что сейчас открыли еще один способ подсчета микроорганизмов, уже не тела считают, а их гены, то, честно говоря, наука психохозяйственная сейчас в шоке. Потому что рушатся многие те постулаты, которые были до этого приняты. Например, раньше говорилось, что в одном квадратном миллиметре почвы находится 10 миллионов, например, так я могу чуть-чуть ошибаться, микроорганизмов. Только как оказалось после того, как начали считать генов, что их там больше, чем в 100-1000 раз. и оказалось, что их на земном шарике не, например, условно, например, миллион, а миллиард. И оказывается, у нас еще, мы думали, что мы 77% не исследовали еще микроорганизмов, а оказывается, мы их не исследовали еще практически ничего. поэтому вот с микробным миром, вообще с природой нужно действовать по принципу работой не трогать, а не влазить, как мы влезли, а теперь говорим экологическая катастрофа. То есть, нужно просто разбираться. Вот клуб нашим как раз этим занимается, что направляет людей природное земледелие, направляет даже, скажем так, сначала на ощупь, а дальше мы все-таки потихонечку начинаем познавать мир земной, как оно работает. И оказывается, там просто нужно изучить некоторые основные принципы и оно само будет работать. Ну, примерно так, нам не надо разбираться, как мы дышим, мы просто дышим, да? Но нужно просто себе создать условие, что нормально дышим, а не через нас. Заниматься спортом и так далее. Так вот, когда патогенной флоры много, есть такое свойство в микроорганизмах, называется гонка за лидером. То есть, кого больше, в почве, каких лидеров. Так и основная масса вот этих развивается. У них есть определенный язык у микроорганизмов, есть язык внутривидовой, то есть они общаются друг с другом, и есть так называемый аспирант, который доступен всем. Так вот, когда вот этих становится много, пока они не опасны, ну, как только их стала какая-то часть, условно, 100 штук, они создают такое, ну, выбрасывают такие вещества, которые позволяют им себя опознать. Они говорят, это мы. И они уже начинают работать как единая какая-то система. И они посылают уже в окружающую среду, создают такие условия, где все остальные должны жить по ихним правилам. Ну, то есть, допустим, ферментация, разложение органики, например, вот этими товарищами происходит не, ну, скажем так, путем деградации. Выделяется зловоние, распады, и в итоге появляются всякие токсины. Ну, в итоге оно как бы разложилось, но там смерть. Вот. А им помогают вот эти вот, которые перестроились, и все теперь как единая, опять же, команда работают на вот эту смерть. В природных явлениях когда это происходит? Когда мы нарушаем баланс. Мы нарушаем баланс, когда мы не знаем, что мы делаем. То есть, мы вроде бы как удобрили землю ядохлимикатом, вернее, там, удобрением каким-нибудь, при этом выгорела половина каких-то микроорганизмов. Мы их не видим, мы не знаем, что там произошло, а оказалось, мы нарушили целую огромную цепочку пищевую. Выпало целые миры. В итоге некоторые процессы идут уже по другому пути. А так в природе устроено, что патогенная флора она более агрессивна, она быстрее приспосабливается, она быстрее мутирует. Плюс еще вот эти товарищи, основные, они так называемые условно-патогенные, то есть они могут перестраиваться, быстро мутировать. В итоге, если мы уберем наше воздействие, например, перестанем химию сыпать в почву, то восстановится природа, но она будет долго восстановиться. С помощью новых технологий мы можем это делать быстрее. Так же самое, как мы говорили о закомпостировании отходов, что мы можем за две недели сделать ферментацию, которая в природе происходит полгода. То же самое мы делаем так увеличиваем количество полезных микрорганизмов. Так вот, наши препараты предназначены только для того, чтобы увеличить количество полезных микрорганизмов. Это основное их назначение. Как только увеличилось, то есть те же самые процессы происходят, только уже в обратную сторону. И, кстати, вот эта основная работа по детоксикации, по увеличению урожайности и все, о чем мы пишем, что делают наши препараты, то наши препараты являются только стартером этих явлений или этих действий. Основную работу делает та же микрофлора, которая находится у вас почвы. Только она уже поняла, что можно жить лучше. Ну и на закрепление, то есть мы добавляем эмочку, получаем вот такие счастья. Поэтому, когда начинают говорить, а вот от того она работает, а от этого, от парши, да ни от чего не она работает, она работает в глядь. Для создания благоприятных условий для развития природных явлений. Ну, а если более приземленно сказать, то эффекты от применения такие. Повышение биологической активности почвы, обезвреживание ядохимикатов и пестицидов. То есть вы просто делаете, как бы, весенняя обработка почвы. Для того, чтобы, для повышения плодородия почвы. Вот вам больше ничего не надо знать. Вникать в то, что там будет обезвреживаться что-то, повышаться, там еще что-то. Оно будет само делать. Ну, естественно, как следствие повышения плодородия, начинает структурироваться почва, то есть почва становится гумусногообразная, такая, она как губка становится. Естественно, сразу же начинается структурирование и повышение влагоемкости почвы, то есть она начинает держать влагу, как любая гумусная почва, она влага не вылетает, не стекает с нее и не уходит в нижние слои, она в этой корневой зоне и держится. И тогда можно говорить о том, о чем говорит Борис Андреевич Бубрик, что жара и урожай – это супер. Когда у нее есть книжечка, когда люди не вникают в то, что человек, допустим, уже давно дошел, а на поверхности оно не видно. А вот когда создаются нормальные условия, когда жарко, но там хорошая почва, то вот эта вот конденсат как раз и работает на то, что корневая система работала нормально. Я вам сегодня покажу одно видео небольшое. Ну, ускорение разложения органики, перевод недоступных, кстати, такая вроде последняя фраза, но она очень важная, многим упускается. Перевод недоступных для растений макро- и микроэлементов доступные формы. Что это значит? Это значит то, что в почве огромное количество питательных веществ. Но они находятся в недоступной форме для корней, для растений. Когда работает биота в самой почве, правильно настроена биота, она вот это все разлагает, перерабатывает, доставляет, причем это все делается в нужный момент. Говорится, здесь и сейчас. Растение подало сигнал, у меня фаза, допустим, там, цветения, мне нужно такие-то элементы. Как она подает сигнал? Ну, какие-то биохимические функции, выделяются какие-то биохимические вещества. Даются сигналы микроорганизмам, они пошли, принесли фосфор. Но это так, условно все говорится, но на самом деле эти процессы происходят намного сложнее, но сам факт так и есть. И тогда получается, что мы вроде бы ничего не делаем, а стени нормально развиваются. Наша задача создать условия для микробов, чтобы там была влага, чтобы там была еда, чтобы там было тепло. И защитить, допустим, там создать условия, например, мульча, это идеальное вещество для создания вот этих условий. Преимущества для применения для растений. Кстати, вот это вот фотография из того моего маленького огородика, где постоянно мы получаем вот такие вот красоты. Снижение стресса у растений. Очень хорошее явление на стресс, на антистресс, скажем так, имеет нашу жизнь. Когда стресс у растений? Ну, во-первых, любая фаза, это такой микростресс, да, там, цветение, раскрытие почек, допустим, заложение плодов, а еще есть больше серьезных стрессов, это, допустим, град прошел, или химией какой-то обработали, или еще что-нибудь, такой жук налетел, или грибок растений, ну, жарко, холодно, мороз, это все тоже стрессы. То, ну, например, есть такой вариант применения нашей ямочки в защиту от заморозков. Если, ну, приморозки, назовем так. То есть, например, вы высадили рассаду, или у вас просто растения растут на грядке, и тут вы узнаете, что завтра, послезавтра будет приморозок. Можно, но сейчас у вас, допустим, плюс 5, плюс 8 градусов на поверхности. Можно, даже нужно обработать ямочкой по листве, например, клубника, или, например, любая рассада. Даже если будет 0, и даже если будет минусом 2-3, через, например, на следующий день, это уже не будет проблем для микробов. То есть, для микробов вообще не проблема, для многих микробов не проблема мороза. Они успевают закрыться, они успевают там, ну, сознать защитный слой и так дальше. А им главное вот эти вот несколько часов, пока тепло, чтобы они смогли воздействовать с растением. Они вот, условно скажем так, на листу налили, они там заснули, например, было мороз. Растение немножко так вот в стрессовом состоянии. Опять вот теперь, тепло, они начали просыпаться, и тут же мгновенно начинают воздействовать на растение, как стимулирующую функцию выполнять, тем самым, быстренько растение оживает. Вот сейчас вот, я смотрю, ехал так, беда у многих сейчас фермеров, кто созимый пшеницей. То есть, практически все желтое стоит. Она берегов, с погодой. М-очки, какую в таком случае мы весной это используем? Сейчас. Не сбивайте бы, я сбил. Значит, по пшенице, имеется в виду, что вот сейчас, если у вас там есть кто-то из знакомых или у кого-то что-то посеяно, и хочется, чтобы оно быстренько ожило, то вот, как только станет тепло, более-менее, там, 10 градусов, я рекомендую пройтись по вот этим посадкам, по посевам, вернее, и вы увидите, насколько это интересное явление антистрессов вызывает. Единственное, чтобы это растение еще живо было. Если оно живо, корневая система там есть, то будет все порядок. Плодородия? А? Какой? Да, это плодородия. То есть, все, что касается почвы, это эмочка плодородия, эмочка радиучести. То есть, она более эффективна. А концентрация? а? А концентрация? Концентрация покажите. Там на бутылке все написано. Ладно, пойдем в проект. Все, вопросы не задавайте. Устойчивость к патогенам и вредителям. Ну, это уже мы говорили, просто создается поле, в котором просто вредители не могут развиваться. Более наглядно это можно продемонстрировать, опять же, если у вас останется время, в информации очень много. Применяется вот такой, этот препарат на молочной товарной ферме коровнике. И применяется вот эта вот сливная яма, где жижа стекает туда. Вот литр, эмочки выливаются в эту яму, и мы стоим возле той ямы, а запаха абсолютно никакого не имеет. И мух нет. Там 2-3 пролетает, и мы общаемся. Это родючесть? Да, это родючесть, но в принципе, родючесть более эффективна. Эффект будет и от оригинала. Мы общаемся с хозяином, спрашиваем, что происходит. Говорит, элементарно, мухи не могут откладывать яйца. Здесь, потому что там та среда не принимает их яйца. То есть там должна быть нилостная субстанция, а там сейчас ферментативная среда. И запаха, то есть мы специально взяли палку вот так вот, размешали это. Да, разметит это, ну, жижа. Но запаха, не просто ее никакого запаха. Ну, конечно, это не так, что сегодня вылили, и оно уже такое. Там люди долго уже применяются, это помещение, и так дальше. То есть, вот устойчивость к патогенам и вредителям, это говорит о том, что вот создается среда, где просто эти патогены не могут развиваться. Не те питательные вещества, не те цепочки последовательности и как дальше. Увеличение энергии роста и силы роста. Мы уже говорили. Рост урожая. Рост урожая это просто следствие. Мы освободили растение от борьбы за выживание, от борьбы за выживание, и оно просто открывает свой потенциал. Это простое объяснение роста урожая. То есть, специальных каких-то стимулирующих функций, что они там вытягивают растение, нет. То есть, просто дают возможность ему развиваться, так и не нужно. Улучшение товарного вида, вкуса, энергетической ценности. Это очень важно. Помните, мы говорили вот предыдущие переводы доступных макро- и микроэлементов доступных. Так вот, когда мы даем возможность растению питаться всем, чем оно должно питаться, то оно, естественно, и имеет в себе в организме то, что ему нужно. То есть, набор тех и микро- и макроэлементов, которые, в принципе, предназначены дальше нам или кому-то другому, животным и так дальше. На клубнике мы делали эксперименты на фермерском хозяйстве в 2015 году, то фермер был удовлетворен нашим сотрудничеством, потому что, во-первых, у него клубника сохранялась 3-4 дня вообще по сравнению с той, которая раньше была, она не текла. То есть, он спокойно мог себе выехать на базар, вечером собрать, утром выехать, и она в нормальном товарном виде была. За счет того, что плотная была такая кожица сама, вот оно, само растение, ну, ягоды были очень плотные такие, и держался сокнутый. Ну, как мы там потом пришли к такому согласию, что это был структурированный сок внутри самой уже ягоды. И, во-вторых, вот, когда нам первый раз позвонил, ну, то есть, мы им позвонили, спросили, как дела, то часа полтора мы не могли отвязаться, мягко говорят, потому что человек по пятому кругу рассказывал, что он такую клубнику никогда не ел, хотя эта же клубника у него была в прошлом году. Вот, то есть, насколько она была вкусная. Потом начали смотреть, что у него за сорт, я сейчас уже по памяти не вспомню, но сорт, вкус у него как земляничный, привкус есть у этой клубники. И вот раньше, когда он травил эту химию, то есть, эту клубнику, химическими препаратами, просто этого не было. Он забивал эту химию и все. А тут получилось, просто раскрылся потенциал. Ну, естественно, люди, которые попробовали эту клубнику, выстраивались к нему в очередь, и он говорит, я получил удовлетворение от работы. Теперь немножко уже по применению. Значит, агротехника. Поднимите руки, чтобы я не тратил время. Кто занимается собственной рассадой, подготовкой грунта к рассаде? Все, наверное. Не смело. Работ на все. Я просто к тому, что если один человек просто выращивает свою рассаду, то нет смысла заниматься. Давайте тогда быстренько. Я рекомендую делать, это может быть вы уже неоднократно эту информацию имеете, но пусть будет эта наша информация еще такая, это дополнительно. Я рекомендую делать свою почвосмесь, она будет у вас гарантированно своя, она будет гарантированно у вас плодородная, и вы будете получать удовлетворение от того, что эта почвосмесь дает ваше растение. То есть, в данном случае это рекомендация, если кто знает, есть такой хороший человек Андрей Марченко из Сумской области, это наш, это руководитель Костинского клуба организмской земледелии, он больше 10 лет занимается теплицами, и у него, наверное, лет 8 уже он перешел как на природное земледелие, то есть, он не применяет вообще химию в теплице. Поэтому он разработал уже реально работающую его схему. земля, это с его огорода, 30%. Если нет такой земли у вас где взять, можно просто покупнуть землю, которая продается в почвосмеси, так называемой. Потом берем перегной, было бы очень хорошо, чтобы это был перегной с добавлением, ну, компостной кучи, где могли быть просыпаны либо каши, либо ямочки применялись. Дальше, это 30%. 30% кокосового субстрата. Он, я не знаю, может быть, есть в клубе у вас, у нас есть. Он продается. Он продается в всяких магазинах. То есть, это очень хорошая штука, она делает такой очень структурный грунт, такой рыхлый, ну, и органика, опять же. И он там в таких бракетках продается, ее когда водой заливаешь, он такой делается. Биогумус. Ну, вы понимаете, что такое биогумус, это после червячков. 10%. Стакан Бакаши. Ну, и Андреевич рекомендует залить стакан. Значит, это на ведро на 10 литров. Мы готовим прочеснуть. Значит, как мы ее делаем? Вот это все перемешали и потом увлажняем раствором М-очки. Я рекомендую 10% раствор М-очки радючесть. Если радючесть нет, можно оригинал. Увлажняем до такой степени, чтобы она была, грудочки лепились, но тут мы сжали в руку, она не текла с нее ничего, а просто она сжалась. Вот. Вы так вот руку разжали, с высоты, допустим, метра кинули, она должна рассыпаться. Вот это нормальная влажность. Если не рассыпалась, а так и упала, ляпнула грудка, значит, переувлажнили, нужно тогда добавлять еще землю. Если не формируется грудка, значит, мало влажности. Но обязательно должна быть влага такая в пределах 30-40%. После того, как вы полностью все это вымешали и сделали влажным, я сказал 10% раствор М-очки. Мы помещаем это в какую-то герметическую емкость. Один неплохой вариант это мешок. Желательно только, чтобы несколько мешок-мешок, чтобы там было поплотнее и воздух не проникал. Потому что если тонкий мешочек через стенки все-таки воздух проникает. Тщательно выдавливаем воздух и обязательно ставим это в теплое место. Теплое место это, например, ход батареи. Или просто в квартире, где температура не ниже, допустим, 20 градусов. Потому что делали люди ошибки, выносили в подвал, на балкон ставили. Мы же заселили туда микрофлору и она должна расселиться там. Мы ее вынесли на балкон, она замерзла, ничего не произошло. иногда люди открывают потом вот этот мешочек оттуда такой ядреный навозный запах идет. Особенно, когда перевлажняют. Вот. Это должно постоять минимум две недели. Дни десять, полмесяца. Ну, скажем, дни не меньше, больше можно. Это почва именно рассадная почва. То есть вы готовите для рассады. Записали, да? Значит, вторая фаза это у нас обработка семян. Неимоверное количество всяких есть рецептов, чем замачивать. У Андрея Марченко тоже есть свои рецепты, там куча всяких этих. Вот. Я не буду вам еще что-то свое добавлять. Просто скажу, что если вы хотите обработать еще и М-очкой, то самый оптимальный вариант это когда после всех наших замачиваний, ну, замачивают обычно так, на проращивание, да, там, ставятся на день, на сутки минимум, там, на 12 часов. Вот. Здесь очень крутой раствор рекомендуется 10%. Поэтому замачивать на такой длительный период не рекомендуется. Там может быть просто потом не взойти ничего. А рекомендуется обработать просто перед непосредственно посевом. Ну, не то, что перед непосредственно перед посевом. Вот вы уже все сделали, подготовили зерно для высевания. Вы опускаете его или просто опрыскиваете, если это смотря какое семя, вот этим раствором М-очки или помещаете в раствор на не больше пяти минут. Чтобы они просто покрыли семя и все, ее вытащите. Оно можно подсушить и все, то земочки его обволокуют. Это даст очень хорошую защитную функцию опять же орфитковых заболеваний, стимулирующих функций. Ну, я не буду повторять все то, что нам дали. Самое важное, это дает нам дружность схода. Семенами понятно. Ну, дальше тут уже так просто. Я рекомендую пользоваться кассетами. Наибольше удобно. Тут уже как, как к тому, чему привыкли. Просто набиваем кассеты этим раствором, то есть это землей нашей готовой. Проливаем опять же раствором 10% эмочки, хорошенько увлажняем. Раскладываем семена по ячейкам и накрываем пленочкой. По одному достаточно в ней разогнал. Да, да. И зашли. Достаточно эмочек в самой почве. Уже все обработано, поэтому ждем пока появятся настоящие листы. Как только появилась фаза первых настоящих листов, мы начинаем поливать интервалом 7-10 дней 5% раствором эмочки оригинал. То есть это 50 миллилитров эмочки на литр воды. Ну это как не поливать даже, а вот опрыски. Лигонечко подливать. Не угнетая и помните я говорил обязательно в этот период лучше применять эмочку оригинал нейробючести. Она более мягче воздействует. И можно добавить 1% эмочки защиты. Там вообще на рассаду пойдет очень мало. Это вот она защитит первое уже на начальном этапе. Если даже что-то туда проникло в грунт или с семенами попало или с воздуха заскочило, то оно не даст возможность развиваться этой патогенки на начальном этапе. Ну а дальше после того, как вы высадили уже в открытый грунт, обработку выполняем от 3 до 5 раз за время роста растений. Желательно каждые 7-10 дней. Если вы часто обрабатываете каждую неделю то раствор можно делать чуть ли не 1 к 100 то есть 1 к 1000 как вы привыкли. Если вы планируете не попадете на дачу в ближайший месяц то когда будете обработку делать после цветения сделайте покруче раствор чтобы воздействовать леночке потому что вы будете просто увлажнять если будете мало их давать. Так что у нас тут подождите можно еще раз повторить не очень маленький вот это да смотрите если вы обрабатываете каждую неделю то делайте раствор 1 к 1000 ложку на ведро воды кто хочет сэкономить если вы хотите получить результат можете делать 100 граммов воды если вы думаете не будете на этом участке ну вы знаете что вы приедете раз в месяц то я рекомендую сделать допустим 200-300 грамм на ведро воды и обрызгать листу чтобы просто подольше эта микрофлора там побывала мы привыкли к тому что давали концентрации читали в инструкции и привыкли к таким понятиям 1 к 1000 1 к 100 то есть сколько надо вылить м очки на ведро воды ну иногда еще говорилось что на какую площадь нужно вылить это ведро иногда но когда я делал вопросы я так езжу по Украине практически во всех регионах бывают когда я задаю вопрос ну например берем весенние или осенние это не суть обработка почвы рекомендация была такая берем делаем раствор 1 к 100 насколько вы помните вы не записываете сейчас это я подведу вас к тому когда надо записывать и вылить это и полить почву ну иногда там была приписка из расчета 1-2 литра на квадратный метр этого раствора кто применяет должны это помнить и тут мы даем свою инструкцию где пишем литр м очки на сотку из расчета 30-40 литров воды люди не считают что сколько м очки должно попасть на эту площадь а считают что вот елки так это 1 литр на 3 ведра воды это страшнейшая концентрация он же не работает наверное что его так надо увеличивать а теперь давайте сделаем математическое вычисление 1 к 100 это 100 грамм ведро воды и возьмем 1 литр раствора на квадратный метр сколько в сотке квадратных метров 100 квадратных метров 100 квадратных метров значит мы должны вылить 100 литров раствора 100 литров раствора это 10 в каждом ведре у нас находится сколько м очки 100 грамм 100 грамм умножаем на 10 получаем литр только я сомневаюсь что кто-либо из вас выливал на сотку 10 литров воды обрабатывая почву при этом еще и делали концентрацию допустим 1 к 100 быстренько пробежали с этой леечкой в лучшем случае по этой грядке в итоге количество тех микроорганизмов которые должны были попасть на 1 квадратный метр было мучительно маленько в итоге когда я в прошлом году был в Запорожье и задал вопрос так вот честно людям люди скажите вы применять темки да ну и что хуже не стало то есть скромно промолчали когда начали разбираться вот вам пожалуйста ответ зачем тогда тратить деньги даже вот те пусть там на литр на два на весь сезон если оно не дает эффекта а не дает эффекта просто по той причине что есть концентрация микроорганизмов помните эти качельки если мы не дадим их больше чем патогенов они не сдвинут качели в другую сторону и у нас в лучшем случае будет развиваться мы будем постоянно придерживаться бороться за выживание всякими биопрепаратами всякими цитами липидоцидами битоксибацилинами там еще другими 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 целая полочка у нас этих препаратов потому что надо потому что вот сейчас говорят а чем побрызгать деревья а зачем ну болеют так давайте каждый год будем брызгать а если бы мы подготовили почву с осени заселили туда полезную микрофлору и она сработала с корневой системой то еще и брызгали по дереву то возможно нам через 2-3 сезона пришлось бы практически ну не пришлось бы вообще что-то брызгать ну разве что такой для поддержки и вот я вам объясняю что например мы отталкиваемся от гектарных норм и получается так что на гектар мы рекомендуем 20-40 литров мочки на квадрат на гектар если мы переведем это на сотку то это получается 200-400 грамм мочки на сотку но я рекомендую увеличить хотя бы до литра тем более этот литр вам понятен вы его должны были применять все годы когда вы его это применяется один раз в сезон осенью желательно ну или весной если вы осени не обработали кстати если вы осенью сделали нормальную обработку почвы внесения то весной можно уже не работать в почву вы же можете работать с семенами с рассадой потом по вегетации то есть получается что у вас если вы так просто возьмите для себя расчет небольшой мы сотку берем земли на сотку значит осенью мы обработали мы потратили литр мочки на сколько литр на виду четыре ведра на сотку земли а я не закончил еще одно вот насчет четыре ведра или десять ведер воды вопрос стоит в том что вода в данном случае является просто носитель транспортом для них ну и созданием среды так вот если вот сейчас весна влака земля влажная зачем нам 100 литров воды выливать на сотку она влажная она нормальная то есть мы взяли просто для того чтобы нам было удобно самое лучшее это врань какой нибудь опрыскивать заряжаем эту ямочку допустим ну рассчитываем на три ведра на три ведра литра разбавили там по 300 грамм в ведро и добавляем опрыскивать прошлись по земле взяли плоскорези перемешали обязательно перемешали потому что если вы просто побрызали они лежат то они мало нынешних это же не динозавры которые там колен для них вот этот слой это и все это их не жизненность